Спустя месяц после мобилизации армейской, чиновники вроде бы занялись мобилизацией экономической. Ключевое слово здесь «вроде бы». Итак, на этой неделе Владимир Путин провел совещание с новым координационным советом, который должен сделать так, чтобы армия была обеспечена всем необходимым. После этого совещания появилось немало устрашающих заголовков в духе «Путин поручил запустить военную экономику». Если же попытаться послушать первый источник, а это очень непросто сделать, не уснув на середине, ну или почитать стенограмму, вы увидите привычно туманный набор фраз, которыми Путин открывал за эти годы сотни, если не тысячи совещаний. Ну, говоря с телевизором, то есть с чиновниками по видеосвязи, это, конечно, не на форуме Валдай выступать. Так вот, краткое содержание. Сколько раз за 18-минутную публичную часть Владимир Путин сказал, что надо как-то наладить работу? Гипнотическое видео. Мы столкнулись с определенными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, при дате новой импульсы и новой характера обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы всю эту работу, на всю эту работу еще раз в самом внимательном образом посмотреть. Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации в положении дел в целом. Поэтому прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Что за работа? Где тут экономическая мобилизация? Отсюда совершенно не ясно. Ну да, еще летом был принят закон, который может обязать любое предприятие работать на нужды фронта. Но речи о том, что российская экономика целиком встанет на военные рельсы и будет выпускать только танки и гимнастерки, сейчас нет. И очень во многом потому, что российская экономика куда прочнее стоит совсем на других рельсах. Коррупции и неэффективности. В сущности, государство хочет, чтобы бизнес, который на него работает, делал бы это лучше, быстрее, ну потому что это нужно в армии. Но годами то же самое государство хотело от того же самого бизнеса совершенно иного. Любому чиновнику важнее отчитаться о результате, а не достичь его. Коррупция — это не возможность, а необходимость, ну почти должностная обязанность, потому что коррумпированный значит лояльный. Бизнес, работающий на государство или просто около государства, не имеет никаких стимулов повышать качество, производить что-то быстрее или в больших объемах. Вопросы с конкурентами, ну если таковые откуда-то возникнут, решаются иначе. Вот что пишет о невозможности военной мобилизации экономики Константин Сонин. Конечно, конечно они сумеют увезти кучу денег из образования и медицины и всего остального, что нужно людям. Но далеко не все. Отраслевые лобби, скормленные Путиным, сильнее кучки милитаристов в Кремле. Еще раз ограбить тот самый слой, который пошел умирать в мобилизацию, это да, у них станет всего меньше, и пособий, и услуг. Но там уже мало денег, а затронуть интересы у Путина не получится. Это ему убийца перестать существовать. Нагляднейшее подтверждение из стана чиновников не заставило себя долго ждать. И пришло оно из министерства с самым богатым руководителем промышленности и торговли. Официальный доход министра Мантурова за 2021 год задекларированный, да, я знаю, трудно поверить глазам, 704 663 698 рублей. Еще раз, 700 с лишним миллионов рублей у министра процветающей российской промышленности. Официально. Любой желающий может полюбоваться на сайте российского правительства в разделе «Сведения о доходах и имуществе членов правительства РФ». Ссылку мы оставим в описании, если вы не можете поверить в такие астрономические суммы. И да, Денис Мантуров на государственной службе с 2007 года, а до этого работал на государственных или очень близких государству предприятиях, в том числе оборонных. И вот под началом Мантурова во многом ведь и пойдет эта самая призрачная мобилизация бизнеса на нужды фронта и суверенного пути развития России, конечно. К тому же у Дениса Мантурова выдающийся коллектив. Первый заместитель Мантурова Василий Осьмаков не так давно буквально в одном предложении выразил самую суть всей этой экономической мобилизации. Прямо-таки официально. Итак, парламентские слушания об импортозамещении в Совете Федерации. Слово первому заместителю министра промышленности и торговли Василию Осьмакову. Сейчас у нас произошло новость этих санкций. Появилось огромное количество направлений, по которым мы просто обязаны производить продукцию, независимо от вопросов, рентабельно, нерентабельно. В общем, ключевой наш вызов, я расскажу, как мы планируем его решать и предполагаем его решать, это научиться реализовывать и запускать, скажем так, плановые убыточные проекты на наши маленькие проекты, которые обусловлены целесообразностью, такой жизненной. Потрясающе. Спасибо большое Совету Федерации за гласность. Госдума ведь трансляции запретила. И спасибо, конечно, Василию Сергеевичу. Разъяснили. Надо научиться запускать планово убыточные проекты. Это только звучит смешно. Но ведь по сути это очень правдивое высказывание о нынешней промышленной политике. Давайте тратить деньги на то, что вообще не может быть эффективно. Только непонятно, зачем этому учиться. Вроде много лет и так справлялись. Но, впрочем, Осьмаков сам говорит в этом же выступлении. До февраля этого года импортозамещение в России предполагалось на рыночных принципах. Ну, то есть должно было, по идее, заключаться в выпуске конкурентоспособной продукции. А теперь, ну, вы слышали, санкции, так что гуляй рванина, то есть можно заранее всем сказать, мы тратим деньги на то, чтобы произвести хоть что-то свое, неважно какое, и от этого будут убытки. Тут важно договорить. Убытки у бюджета. Ну, будут, конечно, и прибыли у тех, кто будет стоять на этих финансовых потоках. Кстати, думаете, только глава Минбромторга хорошо зарабатывает? Смотрим на декларацию Осьмакова Василия Сергеевича за 2021 год. 53 миллиона рублей. Ну, не 700, конечно, но тоже очень неплохо. Ему, кстати, еще нет и 40. И абсолютно вся его карьера прошла на государственной службе. Все это могло быть очередной черной шуткой российской действительности. Ну, получат миллионы люди за обещание производить никому не нужные железки государству в убыток. Но этот убыток – это потраченные зря деньги, которые не достались медицине и образованию, не достались людям. А достанется людям жизнь похуже. С лекарствами, которые хуже лечат, техникой, которая хуже работает и так далее. Вот это реальные последствия импортозамещения. Вместо мобилизационной экономики Россия получит планово убыточную экономику. А платить за нее будет совсем не министр промышленности. Зарплаты в 700 миллионов рублей российские граждане.